здравствуйте друзья письмо зачитываю михаил здравствуйте с вашим каналом знаком год вы замечательный человек от ваших слов трезвеешь так именно поэтому я хочу задать вам вопрос мне 29 лет уже я работаю год тестировщиком устроился на работу на эту по нескольким причинам во-первых надо было войти в айти сферу во-вторых хотелось попробовать тестировать в третьих получить шанс перебраться в программирование начал я программировать 27 лет начал c++ до этого занимался музыкой 6 лет потом искал новый способ зарабатывать остановился на программировании потому что это мне доставляло огромное удовольствие это музыка связана с программированием очень многие музыканты замечательно программируют да и доставляет удовольствие но о проблеме позже потом начал выбирать более прикладные технологии выбрал разработку под айос потом совершил типичную ошибку послушал советы идиота который мне подсказал что мне поздно что уже мой поезд прошел и надо идти в сферы более простые год проработал на бульдозере да потом понял меня так сказать осенило что я был дураком это большое продвижение это уже уже шаг вперед далее я выбрал java и android разработку в молодец начал развиваться развился до тестировщика я к сожалению не вижу где живет парень вот так он не говорит что я хочу сказать возможно мне не повезло с проектом возможно тестирование не мое но мне не в моготу работать без кода год я живу в режиме 4 утра подъем 5 занятия по программированию 10 работа 2100 сон я понял все было окей я чувствовал развитие занимаясь разработкой своего небольшого проекта на android тоже молодец получал огромное удовольствие я начал получать второе высшее да там взвалил на себя конечно тут и тут началось получить его хочу для того чтобы иметь возможность работать за границы хорошо сами понимаете россия сейчас мало что производит войти сплошняком аутсорс да и база не помешает в плане высшего образования но в данный момент я в дикой депрессии а я не удивляюсь если столько на себя навалить аж хочется умереть учеба интенсивная работа скучная и тяжелая ужасный проект на поддержке с ужасной документации с вечными проблемами мешающими добиваться результата он мне будет рассказывать да решить их практически невозможно на проекте я один тестер но в подробности не буду главное что через полгода этой ужасной работы у меня появилась четкая цель перейти на работу android разработчиком но молодец правда у меня сейчас совершенно не хватает времени на android разработку даже с таким режимом и я чувствую что начинаю забывать предмет хочется плакать никто меня не может понять даже моя замечательная жена очень тяжело на душе времени ужасно не хватает я не говорю о встречах с друзьями развлечениях я чувствую что я перегораю и боюсь этого потому что если у меня пропадет желание развиваться программирование я останусь самым несчастным человеком на земле я конечно же тороплюсь мне 29 29 лет я уже стар супер стар старом а еще из-за учебы я начинаю разучиваться программировать под android очень обидно что жизнь так повернул и что я не сразу понял что же мне нравится бросить образование тогда какие у меня шансы преуспеть с трудовой визой бросить работу я не могу нужны деньги может мне реально просто все остановить вы знаете просто покончить с этим совсем и вся боль пропадет и ничего не будет михаил у вас всегда очень трезвый взгляд на вещи чтобы вы делали на моем месте сейчас поговорим у нас есть что сказать молодому человеку друзья надо что-то делать конечно тут вспоминается анекдоте с такой как пришел парень молодой приходит кровину и говорит рэбэ я женился три месяца назад тот говорит конечно я помню у нас синагоги ну да и что-то не так он не тоже все нормально но вы знаете вот это интимная жизнь что-то не не впечатляет только да а как это у вас происходит расскажи какие-то подробности какие подробности он говорит но я на левом боку жена на левом боку и вот все подробности тот говорит ну давай так надо что-то делать правильно если ничего не делать так ничего же не изменится надо что-то делать давай так ты на правый бок она на правый бок и и посмотрим как будет на правом тогат рэбэ ну шо вы такое говорите лицом к маме вот так я из всего из всей этой хохмачки значит хочу выделить только один единственный элемент который состоит то что надо что-то делать если ничего не делать так ничего не изменится что изначально было проблемой это то что вот у человека как бы не одна работа была сразу несколько то что он говорит что вот он уже там старый это не так то что он там кого-то послушал водил будет там будет на бульдозере работал год потом пока наконец не понял ничего понял что это он хочет быть в разработке ничего страшного ничего страшного нет дело в том что если это не случилось там в 19 то это уже не важно там 28 или 32 совершенно никакой разницы нет значит вот такой путь значит надо было проработать год на бульдозере чтобы понять что ты хочешь быть android разработчиком это абсолютно нормальное дело вот надо было закончить институт по информационной кибернетике чтобы понять что тебе надо водить бульдозер понимаете вот и так далее или что надо тебе учиться на программиста и закончить еще один институт это нормально путь как бы не обязательно прямолинеен как я не знаю там что значит как рельсы значит вот такой путь немножко тернистый извилистый существенно что он получает удовольствие от кодирования и и это до дорогого стоит соответственно конечно надо этим заниматься значит что у нас фундаментально мы ищем как прорваться но для этого мы должны понять откуда проблема вообще взялась досмотрите одна работа у него это разработка какого-то приложения которое он сам себе пишет и получает удовольствие там и так далее потом он идет на работу это еще одна работа ничего себе значит дальше он берет на себя третью работу он учится в университете там по компьютер science видимо чему-то такому да это так это у него три работы это шутка что ли причем работы учеба у него непростая там он да значит видимо аккуратно учится там задание делает так далее значит у него теперь три работы многовато будет безусловно многовато будет но мало того у него есть отягчающие обстоятельства состоящие в том что он работает на неинтересной работе она его тяготит значит даже если бы у него не было разработки там андроидной которым на которые сейчас уже перестала хватать времени даже если бы он не учился в университете а просто бы работал на работе на которой ему скучно ему плохо который его тяготит это уже путь если не в психушку то в общем то в никуда это и здоровье подорванное это и настроение и семейные проблемы и и болячки все какие только на свете бывают они все вот из этого начинают поэтому как бы ключ к этому ко всему это поменять работу на такую которую ему приятно делать безусловно ему надо работать он зарабатывает на жизнь там все такое никто слова не говорит но надо менять работу я когда сказал что жалко что не было указано где живет парень знаете почему почему это было существенно потому что если он живет в таком месте где кроме вот этой конторы и работать то больше негде это одно а если он живет в большом городе но не обязательно в москве там или питере ну ну достаточно большом чтобы можно было куда-то уйти может быть даже там несколько мест куда можно было бы уйти то я думаю что вот с этого надо было бы начинать то есть ему нужна другая работа которая ему не было бы противно тут при всех там переживаниям что он там старый там или не старый но я хочу сказать что среди людей которые занимаются тестированием на сотню хорошо если найдется 23 которые хоть и которым не хватает кода которые хотели бы залезть в этот год и посмотреть что там и тестировать уже там white box они black box да вот как как вот он сейчас занимается единицы никто не хочет обленились эти три кнопки нажал там два притопа 3 прихлопа баг репорт корявый написал самокрутку скрутил там за 7 копеек пачку наш и дым из всех щелей вот он значит такой и тест еще на форум пошел там всем рассказал там что он властелин сыра понимаешь а они там кандидата наук недобитый значит за 3 копейки работают а он поймал жизнь за ход понимаете вы же все таки живете вот в этом мире ну я конечно с гротеском таким но правда значит найдется очень много людей нанимающих на работу очень много людей найдется которые оценят и то что вы там пишите как что-то такое там на андроиде и то что вы хотите делать работу более серьезную более сложную и то что задор есть это что вы это с удовольствием делаете и так далее поэтому даже оставаясь например в тестировании вы можете пойти в такое место где у вас будет возможность заниматься скажем автоматическим тестированием или там white box тестирования а может быть немножко совмещать там тестирование может быть с починкой там нехитрых багов такие места тоже бывают где тест разрешают немножко там починить поправить год такие есть такие места где тебя берут тестировщиком с тем чтобы ты перспективе вырос в девелопера я не знаю я про российскую федерацию не могу сказать вот так подозреваю у нас тут полно таких мест вот как бы когда тебя берут тестером они хотят чтобы ты вырос там в девелопера на месте сплошь и рядом такое и никто расти не хочет понимаете вот поэтому я бы начал вот с этого бросать учебу я считаю нехорошо уже начал учиться учись и действительно если ты хочешь быть профессионалом а вот не не два прихлопа там три притопа значит учись конечно это очень важно очень важно такой такую фундаментальную базу иметь тем более что уже человек работает он понимает почему это важно он понимает для чего это нужно это не то же самое что там 18 лет тебе что-то пихают знания какие-то ты думаешь вот эти голову ворочат вот значит разработка проекта на андроиде я понимаю что удовольствие какое-то дает но я думаю что выход вот в том чтобы иметь работу и эта работа должна быть не просто такой которую делать приятно а эта работа должна быть такой где он может одновременно вот как бы практиковаться в своем этом андроиде в разработке ну может быть он там будет не столько разрабатывать сколько может быть там тестировать я не знаю там чем писать там на каком-нибудь чего ему там дадут значит будет там работать но на всяком случае желательно чтобы на работе делать то чего он делает на двух на трех работах есть такие работы где на самом деле и поучиться можно тоже ну в том смысле что если ты учишься в университете там допустим да то есть какая-то возможность часть времени часть времени на работе для этого использовать и это не то что какое-то злоупотребление там и так далее есть полно мест где скажут конечно давай там есть там лишний час там где-то образовался занимайся это же лучше чем он в игры будет играть или я не знаю там что-то что там люди делают на работе халтуру налево будет делал вот поэтому учись на здоровье вот я я думаю что все решается через нахождение правильного места работы то есть в идеале это должно быть и интересно и давать возможность все три направления реализовать в одном месте да и работу и кодирование который который ему нравится и учеба в университете в идеале но в реальной жизни поскольку мы не имеем сплошных идеалов атак вот имеем дело с реальностью и реальность какие-нибудь тоже не такая плохая вот она не обязана соответствовать идеальному она такая какая есть значит какая есть от такой получаем удовольствие значит соответственно улучшать надо вот есть какой-то процесс процесс ему тяжело тяжко дается значит надо потихонечку из него выбираться будет вот собственно и все безусловно работа должна выводить человека на новый какой-то уровень вот ты работаешь ну вот и проработал год проработал два проработал три и чего вот ты через два и через три остался тем чем ты был в первый день что ли вот так же так получается что за работа такая я я могу сказать что например типичная такая типичное рассуждение американского работодателя войти он смотрит на человека смотрит на его резюме вот допустим есть некая работа ну не на три месяца проект а вот скажем постоянная работа и мы берем человека и он на его резюме но абсолютно полное стопроцентное соответствие нашим требованиям мы не хотим его брать понимаете если он на сто процентов соответствует а что же у нас делать будет у него же роста нет понимаете у него нет вот то что называется room to grow у него нет пространства для роста места для роста нет значит он либо он будет сычковать либо там будет я не знаю там скучать в депрессию впадать там или что-то и если это приличный в профессиональном смысле человек он не должен соглашаться на эту работу когда ты берешь работу ты думаешь о том какая будет следующая ты думаешь о том куда тебя эта работа приведет если она тебя никуда не ведет ты не можешь себе позволить ее брать когда у тебя нет никакой работы ты берешь то что есть это правда я мы живем в реальном мире чё ж мы тут будем баньку-то валять ты протягиваешь ножки по одежке берешь то что есть поработал чему-то научился и дальше ты говоришь ну все вот моя . я дальше ничему не учусь лучше не становлюсь значит пора валить как понять когда уходить а вот когда ты не растешь и ты можешь работать замечательной компании где люди мечтают всю жизнь проработать ты можешь проработать ворокли ibm microsoft я не знаю там где угодно в гугле но но если ты не растешь вот полгода прошло а ты где был там и остался бежать надо значит у нашего как бы героя у него немножко другая ситуация он это у него первая работа по тестированию поэтому но может быть подошел момент когда он должен сказать себе ну нормально год проработал иду дальше иду дальше то есть он безусловно чему-то научился практически да он работает с документацией пусть с плохой но с какой-то документации пусть там какие-то искореженные отношения с программистами там или вообще в целом системе или там development life cycle но это неважно но какой есть придет другое место там тоже будет искорежены но уже по-другому ничего страшно он набрался чего-то двигай в путь мало там еще и денег выиграет мало того что следующая работа будет более интересная более творческая соответственно у него стресса будет меньше соответственно будет чувствовать себя лучше понимаете вот но его ценить будут на работе больше пошел уже как бы с опытом каким-то пришел вот собственно и все я думаю что все гораздо проще чем может показаться мне может сказать а иди найди новую работу но это другая задача я поэтому говорю важно где он живет вот важно при этом не быть конечно в депрессухе потому что депрессивные кому нужны депрессивные вот надо выглядеть хорошо по чемпионские вот меня конечно восхищает вот этот распорядок дня когда человек в 4 утра встает понимаете и в 9 часов ложится 7 часов на сон нормально но он как бы спит в правильное время понимаете вот мы все полуношники отдаем сну не то время когда системы правильные должны восстановиться то есть он конечно гениально спит но я не знаю как у него там социальная жизнь при этом все-таки у него жена и когда же они там потрепаться то если в 9 спать но в общем это это очень здоровый очень здоровый образ жизни я прям завидую я понимаю что я так не могу например себе позволить вот то есть он он на самом деле волевой он волевой он упертый он организованный он знает чего он хочет слушайте да вообще где вы видели чтобы вот на на руках у человека столько было я рассказывал может быть но закончу вот наш сюжет истории о харлампеве анатолий аркадьевич который был создателем борьбы самбо и я вот имею имел счастье быть там его студентом заниматься заниматься в его секции и он такой был знаете мотивационный спикер большой так из жизни жизни у него была богатым все время какие-то там истории рассказывал и у него была история как в 37 38 году он делал демонстрационное выступление перед руководством красной армии там ркк и ему выдали там новую курточку она была жесткая и он значит когда там на него шел кто-то с чем-то там с ножом сломом там со штыком я не знаю и он делал сальто назад значит а потом бросался на противника делая сальто назад поскольку курточка была жесткая у него рука там не распрямилась и он в общем сломал руку и он руку засунул за пояс курточки сзади или там спереди не знаю где засунула за пояс и продолжал бороться одной рукой вот он рассказывал эту историю и значит ему говорят ну а эта история о чем он говорит а эта история о том что человек вот послушайте никогда не бывает в идеальной форме если ему нужно эту форму показать пойти вот когда нужно выступать когда нужно бороться когда нужно что-то делать нет идеальной формы а есть та которая есть и побеждать надо с той формы из которая есть то есть чемпион это не тот кто находится в идеальной форме во время поединка а чемпион тот кто даже не находясь в идеальной форме, все равно побеждает. И тренироваться надо на это. Мы должны быть готовы, мы себя готовим к тому, чтобы побеждать, ну, в нашем случае добиваться своих целей. Даже тогда, когда идеальных условий нет. Вот. А, значит, я просто к чему говорю, что вот у нашего героя у него условия, ну, если то, что ему дано и то, что у него есть, если не абсолютно идеальное, то близко к тому. То есть у него так много всего, так много всего, он не имеет права на вот эти депрессухи. Ему надо всего чуть-чуть, вот чуть-чуть и все. Все решается. Я, не знаю, я вижу это вот просто вот как на ладошке все, ну, чуть-чуть. Поэтому он уже почти чемпион. И он там переживает, что он там не в 19 начал, а в 27. Да наплевать. Есть полно таких, которые в 19 начали, а сейчас он там торгует на базаре. Или там, я не знаю, чем они там занимаются. Не в состоянии этим ничем заниматься. И не любят это дело. Понимаете? А занимаются этим просто потому, что денег, деньги там хорошие платят и все. А у них с души воротит, когда они это все делают. Понимаете? А у него совершенно другого, он радостно это делает. Вообще, о чем говорить? Так что мы желаем молодому человеку успехов, чтобы все у него получилось. И я выражаю, так сказать, уверенность в том, что у него легко все получится. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Продолжение следует...